Музыка Музыка Братья мои, сестры, всех вас, пришедших в этот вечер Дом Господень, снова приветствую. Будем начинать наше вечернее собрание и перед молитвой сегодня хочу напомнить один стих, который записал апостол Павел в первом послании к Тимофею, в четвертой главе, последний стих, он пишет так. Вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Аминь. Будем молиться. Господи, снова приходим к Тебе в этот час вечерний с благодарностью, что Ты нас привел во второй раз в Дом Твой. Мы благодарны Тебе, что снова открываю Твое Слово, можем читать его, и Ты сам говоришь через Твое Слово, обращаешь к нам вот эти важные мысли, чтобы мы вникали постоянно и в себя, и в учения, и занимались этим постоянно. Господи, мы действительно нуждаемся в том, чтобы совершать свой путь, чтобы, Господи, поступать правильно, благоразумно, чтобы делать то, что Ты ожидаешь от нас. Поэтому нуждаемся, чтобы не просто нам читать, но чтобы Дух Твой Святой растолковал нашим сердцам, как правильно применять, прочитанное в нашей повседневной жизни, так, чтобы однажды и прийти нам к той желанной цели, куда все мы стремимся. Благослови все это собрание вечернее, благослови, братья проповедующих, дай им сил, мудрости для передачи, и Слово Твоего Хариста, всех, кто сегодня будет участвовать в музыкальном служении. Благослови, Господь, и также руководящих, аккомпанирующих в пении, и также всех участников музыкального служения, и всех нас, слушающих сейчас здесь, находящихся в Доме Твоем, и всех, кто присоединился к этому собранию в интернете, сейчас смотрит наше собрание, благослови всех нас, будь прославлен и будь возвеличен, и в этом собрании, Господь, от всех нас, лишь Ты один, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мы будем петь гимн «Здесь, на земле, мы только странники». Аминь. 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 Минуту жизни трудную теснится сердце, грусть, сердце, грусть. Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная, созвучит слов живых. И дышит непонятная святая прелесть мир. 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 Первым будет проповедовать брат Сергей Любченко. Это пастор из города Старобельск, Луганской области. Это Украина. И затем, после музыкальной программы, будет участвовать также Константин Андреевский, который проживает и трудится в Миннеаполисе в штате Миннесота. Мы, братья, вас приветствуем в нашем собрании. Желаем, чтобы Господь благословил и ваше участие и через вас, и всех нас. Слава нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу! Мир вам! Вы знаете, дорогая Церковь, благословенная и возлюбленная Господом братья и сестры, почему я начинаю свое слово этими словами? Мир вам! К великому сожалению, я приехал с того места, с той земли, с той страны, где мира нет. Где каждый день мы благодарим Господа за прожитый мирный день. Где каждый день мы ложимся спать, благодарим Бога за то, что цел наш дом, живы наши дети. Знаете, к великому сожалению, мы ценим только то, когда мы с вами теряем. 20 лет мы жили в прекрасной стране, мирной, щедрой, в дружелюбной стране Украины. И не думали, что, знаете, придет беда, придет беда оттуда, откуда мы ее не ждали. Но беда пришла и не спросила. Знаете, меня спрашивают многие люди, расскажи нам правду об Украине. Что же происходит на этой прекрасной, благословенной Богом земле? И когда я получил приглашение вот сюда, поехать в Соединенные Штаты Америки, знаете, для меня это, конечно же, чудо больше, потому что я и не думал, даже не смотрел в сторону этой страны, потому что у меня здесь нет ни друзей, ни знакомых. Но Бог выделил меня из войны для того, чтобы побыть здесь, видеть совсем другую жизнь. И самое главное – рассказать правду. Правду о том, что происходит там, на Украине. Я знаю, что Украина в сердце многих из вас. Я знаю это. Я знаю, что вы многие любите эту страну, вы молитесь и благословляете эту страну. Я знаю это. И я сегодня, знаете, как посланник той земли, приехал сюда для того, чтобы сказать вам правду. Правду о той войне. Правду о той вере, которую сегодня платит церковь, украинская церковь там, в зоне боевых действий. Когда я ехал сюда, Бог мне сказал, возьми слово, которое я дал себе сыну еще в начале этой войны, этих боевых действий. Послушайте, пожалуйста. Это слово, которое было сказано Богом в 14-м году, когда только-только начиналась война. Дети мои, с самого начала моего послания к вам, я, ваш отец, хочу сказать всем вам – успокойтесь. Успокойтесь, кто верует в меня. Успокойтесь тех, кто доверяет мне. Просто успокойтесь в уповании. Все идет своим чередом. Событие за событием. Весть за вестью. Все исполняется то, чему надлежит быть. Год радикальных перемен вошел в силу. Никто, вы слышите, никто не сможет остановить силу перемен. Переменные будут некоторых удивлять, других пугать, а некоторых водит страх. В какой категории будете находиться вы? Вам всем даровано право выбора. Этот год проверит веру каждого из вас. Вы сами сможете увидеть самих себя. Кто вы, дети мои? Сможете увидеть свою веру, степень вашего упования и доверия, и, самая главная, степень вашего послушания моему слову и моей воле. Трудности будут, и они уже есть. И некоторые из вас уже ощутили их в своих жизнях. Но это только начало. Все еще впереди. Все вы слышите. Все будет меняться. Потрясу все основания для того, чтобы испытать живущих на земле. Но только одно будет непоколебимое основание. Это основание веры. И не просто веры, а веры Божьей. Говорю громогласно всем вам. Имейте веру Божью. И эта вера поможет вам дойти до конца. Это было в начале войны. И знаете, я очень много читал о вере Божьей. Я восхищался героями веры. Я восторгался ими подвигами. И никогда не знал, что придет в мою жизнь, когда то, что было написано в Библии, станет частью моей веры. Испытанная вера. Это фактор моей жизни. Я думаю, что не сделаю большой ошибки, если скажу, что самое драгоценное, что мы получили от Бога после спасения в нашей жизни – это вера. Вера как дитя, которое само по себе не растет. Ее нужно взращивать. Все зависит от почвы. А почва – это наше с вами сердце. Последнее время – это время последнего экзамена испытания нашей веры. Что такое вера? Это наш пропуск в небеса. А путь в небеса узкий и тернистый. Значит, вера каждого из нас должна пройти тернии и волчицы. Евреям 11 глава 6 стихи говорит нам, без веры Богу угодить невозможно, а угодить нужно, для того, чтобы попасть в Его Царство. А какой наш Бог? Бог совершенный. Значит, и вера наша должна быть совершенная. А что делает нашу веру совершенной? Испытание. Наша жизнь как полигон, на котором испытывается наша вера. Первое послание Петра, 1 глава с 3 по 9 стихи говорит нам. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, под великой милостью возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, к чистому, неувидающему, хранающемуся на небесах для нас, с силой Божьей, через веру соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в последнее время. Осем радуйтесь, поскорев теперь немножко, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев любите и которого доселе не видя, но веруя в Нему, радуйтесь с радостью неизвеченную и преславную, достигая, наконец, верой в вашу спасение душ. Видите, какая вера может угодить Господу? Вера, испытанная огнем, вера, которая ведет нас к похвале и чести. Знаете, 14-й год я вспоминаю со слезами. Это был страшный год. Страшный год для нашей страны, для нашей церкви, для нашего народа. Уже был взят Славянск, боевые действия в Славянске. Боевые действия уже были в Донецке, в Луганске. Знаете, но беда, она не останавливается на одном месте, она идет глобально и широко. И пришли в наш город, в город Старобельск, в Луганскую область вооруженные люди с автоматами. Были сорваны украинские флаги, были повержены разные флаги, разные флаги. В нашей администрации пришли люди с вооруженные, и под дулами автоматов поставили два условия. Меня вызвал глава администрации, Сергей Иванович, я должен вам сказать, что вам нужно, вам, вашей семье и вашей церкви немедленно убираться с этого города. Потому что вчера под дулами автоматов один из боевых командиров Мозговой сказал, в этом городе должен быть референдум, и чтобы этой сектантской церкви американских сектантов не было в этом городе. Потому что на Луганщине будет только одна истинная православная церковь. Когда они шли, знаете, по Луганщине, вот на их боевых машинах висели флаги, на которых было написано «Православие или смерть». Мне стало страшно, конечно, когда я услышал такую весть, я понял, что это не шутки, потому что уже было много убитых славянских пастырей, протестантских пастырей. Знаете, что-то внутри меня просто съежилось, но потом Дух Святой пришел и укрепил меня. Я сказал «Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, этому человеку, если еще раз придет в ваш кабинет, если это мое время уйти к Отцу, и Он мне поможет, я Ему буду очень сильно благодарен, потому что самое драгоценное мое богатство, оно на небесах, в Царстве моего Бога и Отца, в Царстве нашего Господа Иисуса Христа. Но если это не мое время, а я знаю, что это не мое время, не надо меня пугать, потому что слово последнее не за человеком, последнее слово за нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Первое, что я сделал, дорогие братья и сестры церковь, это реалии, понимаете, реалии Луганщины, реалии, поймите, Украины, Восточной Украины. Я пришел к своей семье и сказал «Семья, у меня жена, четверо детей, мы все в служении, мы любим свою землю, любим свою церковь, любим нашего Господа Иисуса Христа». Я им сказал, дорогая семья, нам поставили жесткое, серьезное условие. Либо мы убираемся отсюда, либо через два дня придут эти люди и нас расстреляют. Слава Богу из наших детей. Вот именно устами детей Бог укрепляет нашу веру. Мои дети сказали «Папа, как уехать? Мы уедем, а здесь останется наша церковь, мы спасем свои жизни, а их расстреляют, мы не уедем, мы останемся с нашей церковью». Я прошу прощения, буду вспоминать это все, но это факт. Знаете, тогда я пришел к своей церкви и сказал «Братья и сестры, драгоценные мои, вот такая жестокая реальность, два дня, нам дали два дня, чтобы мы отсюда убрались, нас не пощадят». И это действительно факт. Слава Богу за церковь! Они сказали «Пасторь, а кто нас ждет? Где мы нужны? Мир большой, но наша земля здесь, здесь наш молитвенный дом, здесь мы познали Господа. Неужели Он оставит нас? Неужели только слова веры – это слова веры? Неужели Бог не оставит свой народ тогда, когда трудно?» Мы вспомнили Псалом 22. «И когда я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь я зла, потому что твой жезл и твой посох, они охраняют меня». И мы сказали «Господи, мы будем верить еще в десять раз больше, мы будем уповать еще в десять раз больше, сильнее будем уповать над себя». И знаете, мне заделся такой вопрос, «Пасторь, а за кого же мы?» Знаете, в 2014 году вот эти обстоятельства правды человеческой рвали семьи на две части, рвали церкви на две части, потому что была у каждого правда своя. Но слава Богу, что на всякой человеческой правдой есть правда Божья. И я вспомнил одну мудрость, еврейскую мудрость. Одного еврея спросили, «А правда ли, что вы на всякий заданный вопрос отвечаете вопросом?» Пауза и ответ. «А вы как думаете?» И знаете, я сказал церкви тоже, дорогие братья и сестры, я задам сейчас вам два вопроса, которые будут нашим решением. «За кого мы?» Я сказал, «Скажите мне, пожалуйста, у кого соленые слезы?» «У матери, которая хоронит своего сына или своего мужа с западной части Украины, с восточной, либо с Луганщины, или Донеччины?» «Скажите мне, пожалуйста, дорогая церковь, у кого же степень горе, соизмеримая, тяжесть степени горе больше, с той стороны или с этой стороны?» Знаете, так же минута молчания сказали, «Пастори, но ведь это же одинаково!» Правильно, церковь. Вы должны понять, что пришла беда на нашу землю, общая беда. Конечно же, мы остаемся украинской церковью, потому что Бог говорит, что от одной крови Он создал весь род человеческий и дал им пределы и места обитания. Это наша земля, это наша страна, это мы народ Украины, но мы мироволюбивый народ Украины, и мы мироволюбивая церковь. Я сказал, «Господи, что повелишь мне делать в этом сложном времени?» Он сказал, «Не сиди в своей церкви, не сиди, иди туда, где есть боль, иди туда, где есть слезы, где есть плач, иди туда и будь моим ответом!» Знаете, Бог дал мне два места Писания, «Неужели ты отвернешься от взятых на смерть?» В нашем городе было очень много военных людей. Я понимаю, что это война. И для меня, как для пастыря, понимаете, была дилемма, мне нужно идти к ним! И Бог мне сказал, «А подумай, если бы там был мой Сын, Иисус Христос, неужели бы Он прошел этих людей?» Господь мне сказал, «Подумай, в местном Писании, я был в темнице, и вы посетили меня, я был в больнице, и вы посетили меня!» Я говорю, «Господи, помоги мне понять!» Он говорит, очень четко и понятно. «Подумай, вы идете в темницу к людям, которые нарушили закон, к убийцам, грабителям, насильникам, но кто сегодня стоит там, на передовой, который вынужден взять сегодня оружие в руки, те, которые пришли, чтобы защитить свою ценность своей страны, свои семьи, свои церкви, свою веру, веру в Бога живого, и вы туда не идете! В чем мудрость ваша церковь?» И сказал, «Господи, я все понял!» И знаете, было первое служение, первое служение, приехала бригада военных людей, и они встали возле нашего города, знаете, побитые, после Луганского аэропорта, потрепанные, изнеможденные, много смертей, и они стояли там, чьи-то сыновья, чьи-то мужья, чьи-то люди, которых любят и ждут домой. Я взял свою семью, хочу сказать, мы надели вышиванки, и мы поехали. Хотя человек руссоязычный, я говорю всегда на русском языке, и никогда не говорил на украинском языке, никто меня не притеснял никогда там, на Луганщине. Мы приехали и начали говорить им, это люди, которые имеют католическую веру, люди со Львова. И я им сказал, знайте, прежде всего то, что вы солдаты, вы души, вы люди, и над вами есть великий Бог, который любит вас, и который желает вашего спасения. Война – это день, который не зависит от вас, от вашей воли. Я сказал, что Иисус любит вас, и если вы даже завтра придете вам отдать свою жизнь, то ваша душа будет спасена. Я предложил им встать на колени и покаяться перед нашим Господом. Я говорю, война – это самое главное нарушение, самое главное заповеди – не убей. И знаете, в это служение 700 человек, военных людей, стали на колени. Они не снимали очки военные, их были запыленные лица. Не снимали по одной причине, потому что на их глазах были слезы, которые не стыдились показать. 700 человек, дорогие братья и сестры, за одно служение приняли Иисуса Христа нашим Господом и Спасителем. Однажды я приехал в еще одну боевую часть и рассказал о том случае, как Бог меня спас в Афганистане, когда был бой, и все мое отделение пало, а я молодой парень, контуженный и раненый, закричал к Небесам, Господи, если ты есть, спаси меня и сохрани. И Он пришел, мой Господь, сохранил меня. Госпиталь, долгое лечение, и потом передавая, я еду туда, как священник, я еду туда, как посланник любви, Божьей любви и милости, и рассказывал эту ситуацию ребятам, солдатам, и сказал два волшебные слова, спаси и сохрани, помните, вера может сохранить ваши жизни. И я уехал оттуда. И потом страшные дебальцевские события, дорогие братья и сестры, и звонок после этих событий, мне звонит телефон, плачущий мужской голос, и говорит, это был Николай, командир взвода, спасибо тебе, говорит пастырь, весь мой взвод остался живым. Говорю, Коля, в чем дело, но ведь там, когда мы стояли под российской границей, когда нас крыли градами, да, я был с тобой, но ведь дебальцева я не был с тобой, он говорит, мы все остались живы. Говорю, расскажи, когда были эти события, и нас забыли, нас просто забыли, забыли, что мы есть вот. Дорога, по которой мы должны были отходить, она была уже простреливалась, оставались только минные поля и посадки. Нам не дали приказа, а мы ждали, ждали приказа на отход. Время было потеряно. Только плен. А плен – это унижение. Плен – это издевательство, это страшное, страшное дело. Что вы делаете? Я говорю, Коля, мы все залезли на броню, и мы молились. Как вы молились? Он говорит, я залез на броню, поднял свой взвод, и я сказал, поднял глаза к небу и сказал, Бог, который спас пастыря Сергея в Афганистане, мы обращаемся к тебе. Если ты спас его в Афганистане, ты можешь спасти и нас сейчас, здесь, на этой войне. Спаси нас и сохрани. И знаете, когда они выходили уже к Артемовску, сейчас вот это Бахмут, стоял их командир дивизии и говорил, Коля, ты безумный, ты повел людей на верную смерть. Он сказал, нет, командир, я не безумный, я верующий, и Бог спас нас. Знаете, дорогие братья и сестры, сегодня я удивляюсь этой страной, а тем более вашим гостеприимством. Низкий вам поклон и огромное человеческое спасибо за то, что мы приезжаем сюда с далекой Украины в семью. Я не знаю, как вы, но я сегодня чувствую себя в семье Божьей. Спасибо, что вы есть. И знаете, вот здесь действительно мир и изобилие, и благодать. Там совсем другое. Я уже заканчиваю. Последний, знаете, такой просто случай, Авдеевка. Я сегодня являюсь и священником, и военным капелланом. Я не беру оружие в руки. Нет. Мое оружие – это доброе слово. Весь Евангелие спасения тем, которые нуждаются там в горячих точках. Авдеевка – это самая горячая точка Украины. И там есть разрушенные дома. После ночного обстрела мы приехали на эту территорию. И знаете, что мы с собой берем в наши мешки? Хлеб, воду и медикаменты. И вот, знаете, среди этих попелищ, горячих, понимаете, этих развалин, мы ползем, взрывы, пули, мы ползем, мы ползаем к дому и говорим, есть ли кто-то живой, есть ли оттуда отзываются люди в этих развалинах, мы проникаем туда. Последний случай, который, наверное, всегда останется в моем сердце навсегда. Полуразрушенный дом. Половина части его разрушена, половина части еще осталась цела. Есть кто живой? Женский голос. Ребята, я здесь. Я захожу и я вижу женщину, инвалид. На ней навалено все, и мешки, и фуфайки, и одеяло, потому что нет ни света, нет ни газа. Пять дней она лежала в этом доме. Первое, что она сказала, говорит, ребята, покушать есть? Я ей даю буханку хлеба. Знаете, я не видел никогда, чтобы женщина, поймите, не съела, а проглотила сразу пол буханки хлеба. Половину буханки она съела, вторую прижала к себе, к груди, и сказала, слава Богу, я не умерла от голода. Я помню еще одну жуткую картину, когда в 2014 году мы развозили хлеб между обстрелами. Дом, улица, Москва, Номбас называется, разваленный, как знаете, фильм о после войны, и вот мы приехали, и раздаем хлеб, люди вылезли из подвалов, вот говорят, пастор, вы хлеб привезли? Говорю, да, да, берите быстрее, покуда еще не стреляют. Они хватают хлеб, а я смотрю, дом, и прямо во дворе три свежевыбранные могилы. Я говорю, что случилось? Ночной обстрел, прямое попадание. Отец, мать и сын. Говорю, почему не на кладбище? Почему не на кладбище отнесли? Какое кладбище? Говорят, сейчас опять начнется. Они называют люди, которые живут, понимаете, там, в этих подвалах, мы нажимаем. Обстрелы, это начнут кошмарить. Кошмар. Говорят, какое кладбище? Говорят, мы их не закопали. Мы их просто прикопали, потому, чтобы собаки не растянули остатки их тел. Когда идут эти обстрелы, учителя во всех предназначенных зонах, они проживают детей, знаете, как они обнимают ребенка и ведут, прикрываясь своим телом, не в школу, а в бомбоубежище. И там проводят уроки. Вот такая реаль Украины. Я хочу сегодня сказать вам огромнейшее спасибо, знаете, низкий поклон за ваши молитвы. Не только молитвы. Я знаю, сколько ваша церковь делает для Украины. Знаете, дела вашей церкви вышли далеко за рамки и за границ Соединенных Штатов Америки. Большое спасибо вам. От тысяч в долг. Большое спасибо вам от тысяч матерей, которые потеряли своих сыновей. Большое спасибо вам от сирот, от детей, которые сегодня благодаря вашим невеличным сердцам имеют, знаете, тот кусок хлеба, который помогает выжить. Кажется, ну что такое? Буханка хлеба, раньше большая цена. А вот именно пол буханки хлеба не дало женщине умереть от голода. Спасибо вам. Одна просьба. Знаете, мы не приехали сегодня командой служителей к вам, чтобы искать вашего. Мы приехали, чтобы найти вас. Посмотрите, ваши светлые братские глаза и сказать вам спасибо большое, что здесь, живя, знаете, в этой благословенной, понимаете, свободной стране, я просто удивлен, что это страна для человека. Я такого в своей жизни еще не видел, честно сказать. у нас совсем по-другому. Еще. Но Украина меняется. В 2014 году я стоял на День независимости возле площади с украинскими флагами «Я, мой сын и мой дьякон». Люди кричали нам безумные, безумные, и уже нет этой страны. А мы верили. Она неплохая, она хорошая земля Украина, она щедрая, она добрая, она миролюбивая. И знаете, прошло два года. В 2016 году я стоял на той же самой площади, и я просто-напросто плакал. Знаете, почему? Потому что стояло уже не три человека, а три с половиной тысячи. Людей в вышиванках со знаменами. Знаете, глаза их не были наполнены ненавистью, нет. Украина, понимаете, это не злобная страна. Украина добрая страна. Просто на нее землю пришла беда. Одна просьба. Молитесь за нас. Благословляйте нас. И при благословении Украины, и вам, дорогие братья и сестры, будет мир. И самое главное. Благодарите Бога за мир. Даже тогда, когда Он есть. Мы ценим то только тогда, когда мы с вами теряем. И да благословит вас Господь. Во имя Отца Сына и Духа Святого. Аминь. И я хочу призвать вас к молитве. Отец Небесный, Владыка неба и земли, Бог сущий на небесах. Всегда, когда входил твой Сын в любой дом, Он говорил драгоценные слова «Мир вам». И я сегодня благодарю, Господь, тебя, наш Старь Небесной красоты, за мир, который мы имеем в своих сердцах, в наших душах, Отец Небесный. Это самое главное сокровище. Но сердце мое сегодня болит за мою землю, за мой народ, за Украину. Это благословенная тобой земля. Еще апостол Андрей, первозванный, стоял на кручах Днепра и говорил, что эта земля будет благословенной, житницей, духовной и хлебной. Но сегодня совсем другая реаль. Там идет война, там проливается кровь, там каждый день мы теряем самые драгоценные жизни и души человеческие. И я молю тебя, мой Царь, в согласии с моими братьями и сестрами, благослови, благослови твоим благословением Украину. Я не говорю сегодня слава Украине, героям славы, я говорю сегодня слава нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Ты Царь, Ты Бог и последнее слово за Тобой. Ты Альфа и Омега, Ты начало и конец. Ты позволил этой войне начаться для того, чтобы испытать нас как нацию, церковь испытать. Но Ты скажешь последнее слово, и это безумие нашей земле закончится. Тебе слава и хвала, Отцу Сыну и Духу Святому. Аминь. Благодарю Вас. И тогда, когда кажется вдруг, Что оставлен людьми навсегда Ты колени склони, мой друг И услышишь Христа слова Я не оставлю тебя Я не покину тебя Если ты плачешь, мой друг Я твои слезы утру О, позови ты ко мне И я отвечу тебе И всегда Ты услышишь меня Ты мое дитя И тогда, когда солнце свет Вдруг закроют коварные тучи Милый друг, тебе совет Возвращайся скорее к Иисусу Он разгонит все тучи прочь И любовью тебя согреет Он поможет, когда помочь Ни один человек не сумеет Если печаль на душе Если тоска сердце гложет Знай, что Господь твой и Бог Тебе поможет О, позови ты к Нему И Он ответит тебе И всегда Он услышит тебя Ты Его дитя Субтитры создавал DimaTorzok И тогда, когда кажется вдруг Что оставлен людьми навсегда И колени склоняй И колени склони, мой друг И услышишь христа слова Я не оставлю тебя Я не покину тебя Если ты плачешь, мой друг Я твои слезы утру О, позови ты ко мне И я отвечу тебе И всегда Ты услышишь меня Ты мое дитя Ты мое дитя Ты мое дитя Слава Слава Иисусу Христу Апостол Павел В послании к Колоссянам В третьей главе Он обращается к христианам Потому что в первом стихе Он написано Что мы воскресли со Христом И во втором стихе Он говорит О горнем помышляйте А не о земном И это есть повеление Божие К нам людям Что мы, христиане Мы должны помышлять о горнем Мы должны помышлять О небе, а не о земном И если мы этого не делаем Бог долготерпеливый Но все равно Наступает тот момент Когда он Пошлет нам Такую ситуацию Когда человек Просто ничего другого Не сможет Как только смотреть в небо И взывать к отцу Это может быть Как и в семье Это может быть И глобальнее Как в стране Как в стране В Украине сейчас Я хочу спеть песню На украинском языке Двитя Частише у неба О том Что мы должны смотреть В небо почаще Субтитры создавал DimaTorzok 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 Небо, небо, дивіться завжди, дивіться завжди. Дивіться в небесну беззотню, дивіться в небесну благить, то поки ще можна сьогодні любить ворогів і простить, бо завтра вже буде запізно, як небо на землю впаде. Дивіться у небо, дивіться, дивіться у небо тепер, дивіться у небо тепер. Небо, 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 дивіться завжди. 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 Небо, 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 дивіться завжди. Небо, 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 дивіться завжди. Небо, 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 дивіться завжди. Небо, 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 дивіться завжди. Небо, небо, разбіться завжди. Знаю, что там мой Спаситель Христос. Все в этом мире бесследно танец, В небе не будет скорбь и слез. В небе не будет скорбь и слез. О, это небо, как и прекрасно, И отражение Божьей любви. Где выйдет крылья, чтобы подняться, И пребывай у Христовой груди навсегда. Созданно небо, Божьей рукою, Месяц и слезы наша земля. Я восхищаюсь всей красотою, Прелестью неба, прелестью дня. О, это небо, как и прекрасно, И отражение Божьей любви. Где выйдет крылья, чтобы подняться, И пребывай у Христовой груди навсегда. И отражение Божьей любви. И отражение Божьей любви. И отражение Божьей любви. Где выйдет крылья, чтобы подняться, И пребывай у Христовой груди навсегда. Не повлеки же меня в обитель, Чтобы скитаясь на этой земле, И отражение Божьей любви. Я всегда помню, да мой Спаситель, Он меня примет скоро к себе. И отражение Божьей любви. О, это небо, как и прекрасно, И отражение Божьей любви. И отражение Божьей любви. Где выйдет крылья, чтобы подняться, И пребывай у Христовой груди навсегда. И отражение Божьей любви. на нужды по местной церкви встанем и помолимся. Господи, мы снова благодарим Тебя, что Ты благ к нам, что Ты любишь и благословляешь и восполняешь все наши нужды. Ты посылаешь нам все необходимое в духовном, материальном, заботишься о нас и даешь действительно так много благ. И когда мы слышим, когда столько горя, переживаний в других частях этой планеты, мы так благодарны Тебе за мир, за Твою любовь, за Твою заботу, за то, что Ты восполняешь все наши нужды. Благослови сейчас это материальное служение и наше участие, чтобы в этом вопросе нам быть верными и послушными Тебе слову, Твоему слову. Аминь. Благослови сейчас это материальное служение и наше участие, Небеса ожидают меня, Радо ждет внеземная меня, Будет встреча с Иисусом Христом, Святым Духом Небесным Отцом, И венец, ну, конечно, венец, То, что мне приготовил Отец. И венец, ну, конечно, венец, То, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя! Кто дождет мне земной красоты, Всюду ангелы, всюду цветы, Лица милых, родных, не друзей, И Спаситель стоит у дверей. И венец, ну, конечно, венец, То, что мне приготовил Отец. И венец, ну, конечно, венец, То, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя! И здесь вечер снял нам Петром, И святым вещества целый сон, Подойдут и обнимут меня, Радождет мне земная меня. И венец, ну, конечно, венец, То, что мне приготовил Отец. И венец, ну, конечно, венец, То, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, Аллилуйя! 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 Играет музыка Я вижу Иисуса грядущий Ведение прдущих дней На облаке светлом идущим С простертой рукою ко мне О облако места той встречи С моим Иисусом Христом Который любовью вечной Назвался моим женихом Сокровь ты светящейся мглою Блистая от славы Христа Меня с моим другом главою В небесных чертогах царя Я вижу там братьев любимых И милые лица сестер На тех белоснежных равнинах Что Бог над землею простер О облако места той встречи С моим Иисусом Христом Который любовью вечной Назвался моим женихом Сокровь ты светящейся мглою Блистая от славы Христа Меня с моим другом главою В небесных чертогах царя Я вижу себя вознесенным На облако Божьей рукой Подъятья Христа заключенным Чтоб жить с Ним во веки веков Облако места той встречи С моим Иисусом Христом Который любовью вечной Назвался моим женихом Сокровь ты светящейся мглою Блистая от славы Христа Меня с моим другом главою В небесных чертогах царя Слава Богу! Слава Богу! О самом прекрасном, что есть на земле Что манит, влечет все сердца Хотелось бы много рассказывать Петь о чистых святых небесах И смотрят туда миллионы очей Что светом спасенья зажглись Средь скорби земной Средь бессонных ночей В те дали В бескрайнюю высь Им нет утешения здесь на земле И небо к себе их влечет Усталым, измученным в трудной борьбе Оно им победу дает То путники в небо Святой Ханаан И мир их жестоко клеймит Средь слез и гонений Им чужда земля Их сердце надеждой горит Что там, за прекрасной небес синевой Святая отчизна Страна, где вечная радость Где вечный покой Где мир Где любовь Тишина И часто склонясь на колени в мольбе Свой взор устремляют туда Где звезды мерцают в небес синеве Где тихо плывут облака Там край всех неведомых дивных блаженств Там радости льется река Там души спасенных Поют агнцу песнь В обителях райских творца О чудный тот край И о нем передать Бессилен мой голос земной Хотелось его б поскорей увидать Тот славный чертог неземной И сердце надеждою твердой живет Что скоро настанет пора Когда всех спаситель к себе заберет В те чудные Божьи края И там Среди райских тенистых аллей Где дерево жизни растет Мы встретим любимых и близких друзей И вместе под ним отдохнем Там путник усталый Свой посох сложа Прильнет ко Христовой груди Там слезы и горе забудет вдова И больше не будет больных Там бедный скиталец Пришедший с земли Найдет свой отрадный покой Там больше не будет Томящей нужды Забудем о скорби земной О чудная радость В восторге душа Лишь только при мысли одной Но счастье какое Что быть там Всегда в той дивной Стране неземной И сердце Все больше стремится туда И смотрят глаза В ту же ввысь В прекрасное небо В родные края Туда Все желания И мысль Аминь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кто-то смеет гадать Кто-то смеет гадать Кто-то им исцеляет Слово свое Этот мир забывает Твое слово сложили На пыльные полки Я умоляю Зови, не умолкни Твоим именем Божьим Прикрываются люди Думают, небо молчит И не судит А небо кричит, кричит Загляни в мои очи Оно не молчит, не молчит Оно кровоточит А небо кричит, кричит Только слышат ли уши Бог в людские сердца стучит Проникая в души А небо кричит Ждет, долго терпит И слезы льет Мир на грани повис Пробудись Война и неправда привычная Дело Уже разлагаются цели и вены Нужда и измены, залитая горя Под маскою счастья играются роли Земля содрогается, бьют океаны Мир напоминает гниющую рану Только люди уверены, небо молчит Только люди совсем не боятся грешить А небо кричит, кричит Загляни в мои очи Оно не молчит, не молчит Оно кровоточит А небо кричит, кричит Только слышат ли уши Бог в людские сердца стучит Проникая в души А небо кричит, ждет Долго терпит и слезы льет Мир на грани повис Пробудись Пробудись Голодные взгляды, подкупные руки Двойные пути и тайные муки Из уст через слово проклятия и дерзость Любовь извратили под грязную мерзость Ложь ухо не режет и совесть не судит Когда же, когда же нас небо рассудит Мир как будто не слышит уставов твоих Боже, я умоляю, помилуй глухих А небо кричит, кричит Загляни в мои очи Оно не молчит, не молчит Оно кровоточит А небо кричит, кричит Только слышат ли уши Бог в людские сердца стучит Проникая в души А небо кричит, ждет Долго терпит и слезы льет Мир на грани повис Пробудись Слава Богу Мечта о небе ум пленяет И к сердцу радость подает Я в небо взор свой направляю Туда корабль мой плывет А что там нового на небе А что там новое для нас Апостол Павел отвечает Того не видел даже глаз На небе солнца свет не нужен Там ярче солнца лик Христа И в мире том мы обнаружим Как светит Божья красота Земного моря там не будет Там есть река воды живой Болезни, скорби позабудем Там будет радость и покой Там древо жизни возрастает Для исцеления людей Любовь там Божья пребывает Среди искупленных детей Увижу я Христа во славе И всех, кто в правде Божьей жил В небесной неземной державе Навек гражданство получил Нет больше смысла вам смущаться Христос сказал ученикам К Отцу я буду возвращаться И дам вам все, что обещал Обителей на небе много А если даже не найти Для вас пойду их приготовить Чтоб все могли туда войти Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Господь, как ты велик Господь, как ты велик Я преклоняюсь перед тобой Дай мудрость всей душой Твою любовь понять Спаситель мой Что я могу отдать тебе За сына твоего Он для меня с небес Прощение принес Он за меня на крест Мои грехи с тобою нес Он кровью своею мне сердце омыл И двери в небеса Открыть Мне открыть Мой Бог Мой Бог, да что ты так Безмерно вас любил Что мир чудесный Твой Всем людям подарил Что можем мы отдать тебе Что можем мы отдать тебе И двери в небес Прощение принес Он за меня на крест Мои грехи с тобою нес Он кровью своею мне сердце омыл И двери в небеса открыть Он за меня с небес Прощение принес Прощение принес Он за меня на крест Прощение принес Мои грехи с тобою нес Он кровью своею мне сердце омыл И двери в небеса открыть И двери в небеса открыть Для всех его детей Для всех его детей Для всех его детей Открыть Прощение принес Вечный и святой 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 Я ее в сторону и давай собирать. Ну там что, там две доски так, да так и все. Но я вас приглашаю к себе домой в гости, посмотреть на мой шкаф, потому как я его собрал совсем не так. Иногда, когда я смотрю на жизни людей, я тоже думаю, что многие бросают инструкцию в сторону и свою жизнь строят, как будто ну что, я не могу построить жизнь. И строят ее так, что иногда бывает печально, горько и обидно. Вы знаете, я вообще очень люблю Слово Божие, но замечаю, что приблизительно 90%, я это не просто так говорю, потому что исследовал этот вопрос, я делал анкетирование, я как бы спрашивал один на один, и приблизительно 90%, которые ходят в церковь, Библию не читают. Поэтому сегодня очень много трагедии, очень много переживаний. Я мечтаю, чтобы у вас было, ну хотя бы как у меня. Я счастливый человек, просто, не знаете, ничего особенного нет, просто читаю. Я понимаю, я ошибаюсь тоже, но мне так нравится мою жизнь построить по Слову Божию. Это инструкция самого Господа. Я сегодня замечаю за многими людьми, я вам покажу вот эту Библию. Возможно, вы ее видели, но мне просто очень она интересна тем, что когда я спрашиваю, ну пойдем почитаем Слово Божие, или почему ты не читаешь Слово Божие? Они говорят, ты знаешь, а что там особенного ты найдешь? Ну то же самое, одно и то же. Знаете, говорит, да я вообще читаю, я ничего там не понимаю. И вот я когда листаю эту Библию, показываю, вот вроде написана Библия, начинаешь ее листать, а там простые пустые листы. Ничего там нет, вот посмотрите. Пустые листы. Люди читают, ничего не могут найти. Вот так вот читаешь, простые листы. Вы знаете, а некоторые читают и говорят, ты знаешь, все-таки Библия, ну там есть что-то. Это такая историческая книга. Там есть какие-то цифры, там есть нолик такой, который поделил эпоху напополам, до нашей эры и нашей эры. Есть многое, и все это описано в Библии. И говорит, ну да, это историческая книга. И начинают ее листать, и вдруг она преображается, и становится простой вот такой вот черно-белой книжечкой. Просто историческая. Вот так вот листаешь, и она та же самая, но уже получается такая. Но когда я ее соприкоснулся в своей жизни, вы знаете, она у меня просто расцвела. Она расцвела, потому что, я не знаю, это такой сок. Я даже мечтаю, не знаю, с чем бы его сравнить, этот сок. Думаю, как же, хотел даже придумать какой-то фрукт. Думаю, вот чтобы так вот взять и всем рассказать, как укусил его. А он такой вкусный, такой сочный. Знаете, не нашел. Ну, был в поисках постоянно. Как-то попал я к одним домой в гости после собрания. Они накрыли такой стол, а вы знаете, я сейчас не все кушаю. И когда я посмотрел, там нету ничего того, что я кушаю. А кушаю я в основном мясо. Я не знаю, ну как-то у них не было. Вы знаете, думаю, в Америке мяса нету, понимаете. Я говорю, извиняйся, я говорю, я вот это не могу есть. А им так неудобно. Сразу в холодильник открывают все. А, говорит, рыбу кушать будешь? Я говорю, ну буду. А, говорит, рыбы нету, говорит, икра есть. Я говорю, ну хорошо, буду икру. И тогда он сразу достает икру, намазывает на хлеб. Я говорю, подожди, я и хлеб не ем. Вы понимаете. И потом она так растерялась, а в одной руке держит этот хлеб, вернее, держит эту икру, а в другой ложку. Ну, на, говорит, тогда ешь икру ложкой. Вы знаете. И когда я ее начал кушать, эту икру, вы знаете, есть икра разная. Есть икра такая, вот знаете, кто ее приготовляет. Такой, как-то или переваривает, она такая, вы знаете, вот слегка. Знаете. А есть такая дебеленькая такая, каждая, отдельно такая, вот каждая икриночка. И когда я начал кушать ее, я смотрю, как она буквально, каждая икриночка просто лопается там, вот так вот. И так приятно, так вкусно внутри. И знаете, так расцветает, вот так вот, как эта Библия. Вдруг сразу взяла и расцвела, вот так, знаете. Я смотрю, расцвела. Я так мечтаю, чтобы у каждого в руках Библия просто расцвела. Чтобы ее каждый читал. Для этого я хочу каждому из вас сегодня сделать подарочек. Я не знаю, подойдете вы, нет, я не буду ходить раздавать. Но кто подойдет, тому дам план чтения Библии на год. Вы знаете, ничего в нем особенного нет. Может быть, у вас есть свой план. Читайте, слава Богу. Но знаете, как-то однажды, вот один пастор имел, ну как бы, такую традицию ходить один раз в год каждую семью. Он так рассчитал, что на всех хватает. Каждый год в каждую семью приходил он. И всегда, знаете, какие-то общения, разговоры. И вот одна семья их просто так вот, знаете, встретила. Такая радость была. Все, они положили самое лучшее, что есть. Даже достали их неприкосновенный такой, знаете, у них был сервиз. Сервиз шикарный вместе с ложечками. Серебряные ложечки, покрытые золотом. Знаете, нижняя часть, где ложечка, с золотом. Ну так, все красиво. Все прошло хорошо, пастор ушел. Когда начали смотреть, одной ложки нету. К вам пастор ходит, нет, по домам? Я просто так спрашиваю, знаете. И вот одной ложки нету. Знаете, мучил этот вопрос целый год. На следующий год пастор опять назначил к ним встречу. Опять приходит к ним. Вы знаете, ну тут они не выдержали. Жена ему говорит, хозяина, жена говорит. Вы знаете, брат пастор, вы меня простите, пожалуйста. Но случайно вы не забрали нашу ложку в прошлый раз? Он говорит, нет, я не забрал. Я просто, вы так сказали, что вы читаете Библию. Я просто взял одну ложечку, положил в вашу семейную Библию, которая лежала. Вот так, братья и сестры, знаете, у некоторых лежит, и люди не трогают ее. Но так хотелось бы, чтобы каждый из нас читал Слово Божие. Это то, что меняет нашу жизнь. Оно изменило мою жизнь. Каждый день меняет. Каждый день читаю и просто восхищаюсь им. Вот как-то читал в прошлом году, вы знаете, книгу «Притчи». Это где-то сентябрь месяц был. И как раз был у нас один брат ко мне приехал в гости. Он из Портланда, церковь, из церкви Портланд. Он там пастором, Константин Лиховодов. Приехал как-то. Ну и так, я утром хожу еще, все время спортом занимаюсь. И как раз только дождь прошел такой ночью. И вот он говорит, ну я тогда тоже пойду. Рано хожу, братья и сестры. Ну, сэкономить время, знаете. Жизнь очень быстро летит. И так хочется хоть чуть-чуть, так знаете, пожить, так вот, знаете, а не хватает времени. Поэтому я на час раньше встаю, на час позже ложусь, немножко время продвигаю. Понимаете? И вот когда я читал притчи 12 глава, 10 стих, вот, меня что-то коснулось. Я прочитал, вот как-то, знаете, что-то вот зазвенело внутри. Знаете, как-то заиграло что-то внутри. И написано здесь, праведный печется о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко. И я думаю, ну как это, что это? Так вот мы с братом Константином идем с ним на прогулки. Я ему что-то рассказываю. Знаете, так объясняю. И так увлекся объяснением. Что смотрю, его нету рядом. Я раз поворачиваюсь назад, а он стоит на тротуаре, с кем-то разговаривает. И вниз смотрит. Я говорю, ты с кем там разговариваешь? И слышу, разговор до меня доходит. Говорит, ну что ж ты тут? Ну что, у тебя же мозгов нет. Ну что ты сюда вылез? Знаете, с кем разговаривает? С червяком, братья и сестры. Я думаю, ну что ты с ним разговариваешь? Я никогда в жизни подумал, что с червяком можно разговаривать. А он, понимаете, он ему объясняет. Смотри, сейчас солнышко взойдет. Солнышко припалит тебя. Ты же погибнешь. И берет этого червяка. Я всегда думал, его только на крючок. А оказывается, он его берет, заботясь о нем, переносит на траву. Я тогда подумал, думаю, Господи, как бы я хотел быть в такой церкви, где такой пастор, который даже, вы знаете, как вот написано, да, праведный печется о жизни скота своего, сердца же нечестивых жестоко. Я хотел бы быть в такой церкви, где пастор заботится, заботится об этом. Я так мечтаю об этом. Я очень рад и счастлив, что вот могу также поделиться с вами в продолжении этой мысли из книги пророка Амоса. Вы знаете, о том же, о таком же сердце. Я даже сердце с собой принес, думаю, как бы сказать, вы знаете, сердце, у кого какое сердце, я не знаю, вы уже видели свое сердце, нет? Какое оно у вас, жестокое или такое же, как вот в притчах написано. И читал вот книгу Амоса, не всю книгу понимаю, честно вам скажу, я как-то так пролистал и вот особого ничего так не находил здесь. Дошел до седьмой главы, и здесь особенно мне как-то вот что-то коснулось меня. Это первые несколько стихов, которые я здесь читал. И, вы знаете, читаю, и здесь написано, знаете, вот у меня никогда в жизни не было того, что было у Амоса. Никогда в жизни не было. Вы знаете, он написан, такое введение открыл мне Господь, Бог. Вы знаете, я никогда, я не видел никакого введения. Я никогда не слышал голоса. У меня не было каких-то там, вот знаете, чего-то такого особенного, сверхъестественного. Никогда. Единственное, все, что как Господь со мной разговаривает, через обстоятельства, через слово свое, через вот, через церковь, через проповеди. Ну, вот так как-то со мной Бог разговаривает. Само сам по-другому разговаривает. И написано, такое введение открыл мне Господь, Бог. Вот, Он создал саранчу в начале произрастания травы. И это была трава после царского покоса. И было, когда она окончила есть траву на земле, и я сказал, Господи Боже, пощади, как устоит Иаков, он очень мал. Когда я так прочитал это, сразу первое, что мне пришло на ум порассуждать о чем, даже не про саранчу, братья и сестры. Я как-то ее в действии особо не так отдельно видел, а вот в особом таком масштабе никогда не видел. Ну, просто слышал, знаю, там, видео какие-то видел. Но мне понравилось, здесь написано, это была трава после царского покоса. Думаю, что за царский такой покос? Начал ковыряться в своей памяти о чем-то. И вдруг я вспомнил, было такое слово, знаете, говорит, вот царская охота. Вот человек пошел на охоту, вот как это объяснить царская охота? Ну, царскую рыбалку еще можно объяснить, да? Говорит, ну вот такую рыбу поймал. А когда, говорит, рыбаку связывают руку, как же он тогда будет показывать царскую рыбалку? Он тогда, говорит, вот с таким глазом, знаете. И знаете, вот это царская охота, царская, что такое царская еда, царское блюдо. В одном описании царя Нерона, который тоже был любитель царской еды, у него было в его рационе одно блюдо. Я даже представляю, ну как это, думаю, вот как было? А у него было одно блюдо, которое описывается в истории. Соловьиные язычки. Представляете, сколько соловьев поймали, чтобы отрезать им язычки, чтобы потом одному Нерону взять, сварить ему одно какое-то такое блюдо. Говорят, оно 5 тысяч стоит. А здесь вот именно около царского покоса, знаете, как раз вот прошло такое время, когда, ну, трава была такая серьезная. Вы знаете, я даже подумал, что мы с вами сами живем, как около царского покоса. Вы знаете, даже брат, вот который сейчас рассказывает, говорит, у вас по-другому, как у нас. Так правильно, мы же тут живем, как около царского покоса. Вы знаете, у нас доступность такая. Иногда бывает, открываешь холодильник, оттуда выпадывает, а слова так и звучат. Что покушать? Вы знаете, так как-то вот много всего, что не знаешь, что бы перебрать оттуда. Я даже скажу вам, знаете, братья и сестры, у нас есть магазин, о котором мечтают, минимум, 5 миллиардов людей, минимум о таком магазине мечтают. Я сейчас в нем одеваюсь, братья и сестры. После того, как похудел, знаете, так просто, так легко, я так рад, что я могу, имею доступ к такому магазину. Ну, брат, у нас такой магазин есть, я вам покажу. Потом, знаете, этот магазин называется Гудвилл, братья и сестры. Вам может быть смешно, но я скажу, если бы сегодня часть этого магазина привезли туда, в Луганскую область, я думаю, что он был бы на расхват с теми ценами, которые у нас. Рубашка вот эту, которую я сейчас, она 2 доллара, братья и сестры, какая шикарная. Шикарная, если посмотреть, какой у нее там это, мода у нее, с какой она там фирмы, так может быть, знаете, какие, ого. И вот знаете, при всем том, при царском покосе, вот брат говорит, он переживает за свою землю. Братья и сестры, а я переживаю за свою землю. Правильно он говорит, потому что, когда я читаю книга пророка Еремии, 29 глава, здесь написано в 7 стихе. Смотрите, и заботьтесь, то есть заботу проявляйте о благосостоянии города, в который я переселил вас. И молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Братья и сестры, когда брат рассказывал о том, сколько смертей, сколько всего страшно. Правда, братья и сестры? Правда, сердце разрывается, вот просто разрывается. Особенно, когда он говорит, спасибо вам. Он знает, что вы неоднократно помогали туда. Наверное, у вас сердце такое, как у праведного. Оно такое, знаете, оно такое заботливое. А мне сегодня стоят наши дети с вами, в той стране, в которой мы живем. Здесь сколько наших детей сегодня гибнет. Я думаю, что гораздо больше, чем гибнет на какой-то войне. Сегодня, как грибы, растут репцентры. А мне как-то больно. Думаю, Господи, а кому нужна наша страна? Кому она нужна? Вот при этом царском покосе. Когда будет крик вот этот вот, я мечтаю, я долго ждал, когда крик будет то, что сказал Амос. Он говорит, Господи, Боже, пощади. Боже, я так хочу, чтобы ты пощадил нашу страну, в которой мы живем. Мы живем здесь. Наши дети живут здесь. Наши внуки, у меня уже шестеро внуков, они живут здесь. Теща моя и та здесь живет, братья и сестры. А я все-таки переживаю о том, что сегодня гибнет народ. Вот, когда я сегодня говорю многим людям, давайте будем евангелизировать здесь, в Америке. Вы знаете, так трудно это дается. Как-то, знаете, привыкли, говорят, что вот то место, где написано, идите, проповедуйте Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Вот, знаете, как бы такое чувство, что его как-то написали неправильно. Идите, проповедуйте, ну, все, ну, кроме тех, которые переехали в Америку. А что там здесь, нам же кому проповедовать? А марокканцы, они же все знают, у них все есть. Они же там столько церков на церкви. Кому тут проповедовать? А я скажу, что Бог не отменял заповедь свою и не отменял великое поручение о проповеди Евангелия здесь, в этой стране. За 20 лет жизни, которые я прожил в этой стране, я просто удивляюсь, какими гигантскими шагами страна, в которой мы с вами живем, идет вот так, деградирует вниз, когда сегодня гибнут наши дети, когда сегодня нам приходится объяснять на наших конференциях детям о таких низменностях, которые говорят, только не лезьте туда. Когда дети вот пьют, каждый раз говорят, помогите, не могу. Понимаете, каждый день разговариваю с молодыми людьми, когда они открывают свои души, что там происходит. Сколько семей сегодня разрушено, сколько слез, сколько сирот. Я знаю, сколько на Украине сирот. Я ездил туда, смотрел, я видел, я плакал вместе с ними. Но я знаю, сколько здесь сегодня сирот, которых деградирует, сегодня уходит в сторону Слова Божия. И нету сегодня крика, амоса, понимаете, чтобы вот так кто-то закричал, Господи Божий, пощади! Я так мечтаю, чтобы у нас с вами здесь тоже проповедовалось Слово Божие. Сейчас я, одна из целей моего приезда сюда, вы знаете, наверное, слышали сейчас, приехал сюда музей, который называется Bible Track, история Библии, которая приехала, пришла от Синая до наших дней. Как дошла Библия для нас, как она пришла! Вы знаете, многие удивляются, как это, а это как раз одна из целей проповеди Евангелия. Я так мечтаю, чтобы вторая славянская баптистская церковь города Сакрамента поучаствовала в проповеди Евангелия здесь. Вы знаете, когда я читаю Деяния Святых Апостолов, здесь в 19 главе, в 10 стихе написано так. Это продолжалось до двух лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены. Братья и сестры, что сегодня слышат о нас вот здесь те, которые живут вокруг нас? Они слышат проповедь Евангелия или что-то другое? Так я мечтаю, чтобы в той стране, в которой мы живем, она просто процветала, как когда-то в 19 веке, в 1800, это 19 век, правильно, в 19 веке, когда здесь, в Америке, был такой, знаете, хаос много, каждый сам с собой занимался. Но вы знаете, когда мы создавали этот музей, я обратил внимание, что Библии, которые нам приносят старые, они в основном 1847 по 1890 год. В этот промежуток было издано огромное количество Библий, и в это время было великое пробуждение. Тогда церкви росли, как грибы. Тогда вот все, что мы видим в Америке, это вот, в принципе, было рожденное в то время. И это ничего другого не было, как просто распространяли Слово Божие. Я так радуюсь, когда-то Иван Рябошапка пришел к царю-батюшке и сказал, царь-батюшка, давай напечатаем вот Библию. А он говорит, да я бы с удовольствием, но без патриарха не могу. Когда патриарха позвали, иди сюда. И он пришел, и его объявляют там святой такой-то, пресвятейший там его благородие, и он заходит. В разговоре Иван Рябошапка спрашивает, скажите, пожалуйста, а Бог вообще святой или нет? Он говорит, патриарх, конечно, святой. А как получилось, что когда вас представляли, ваша святость вот настолько выше святости самого Бога, как получилось? И он не мог ответить ничего. Потому что такого вопроса патриарху никогда никто не задавал. И тогда он попросил аудиенцию, уйдя оттуда, сказал, хорошо, я отвечу на этот вопрос, но мне надо подготовиться. И, знаете, он никогда не вернулся. Он заболел, сколько времени пролежал, не знаю, но он так не смог выздороветь. Он умер. Но царь дал распоряжение о том, чтобы отпечатать Евангелие для русского народа. Вы слышали такое, может, когда-то было? И книгоноши понесли это Евангелие по всей территории бывшего Советского Союза, царская Россия. Понесли. И тогда только в нашем братстве было больше миллиона членов церкви, потому что Слово Божие процветало. Слово Божие неслось в народ. Люди жили по Слову Божьему. И был крик, Господи Божий, пощади. Читаю дальше. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Господь Бог произвел для суда огонь, и он поражал великую пучину, пожрал и часть земли. И сказал я, Господи Божий, останови, как устоит Иаков. Он очень мал. Вы знаете, когда я посмотрел, какой огонь разразился, а вот такого амоса нету, крика нету. Но знаете, сегодня одна из больших проблем, вернее, две больших проблемы, которые сегодня нету. Первая проблема – это то, что не читают Слово Божие. Второе – скажу вам, не молятся. Они молятся еще со времен Христа. Когда Христос пришел в дом свой, что получилось? Там были продающие и покупающие, миновщики денег, кто только не был. И он сказал, сей дом наречется домом молитвы, а мы его сделали вертепом разбойников. Я не знаю, что-то изменилось или нет, но и молиться сегодня мало молятся. Я так благодарю Бога, что третий молодежный конгресс, который будет в 19-м году в апреле месяце, он называется «Много молитвы, много силы». Вы знаете, я так хочу вместе с народом Божьим молиться больше о пробуждении этой страны, о том, чтобы в этой стране тоже был мир, чтобы эта война, уничтожение наших детей прекратилась, нас самих. Вы посмотрите, какие мы стали тоже толерантны во многих вопросах. То есть безразличные ко многому. У многих уже сердце стало каменное. Вы знаете, что сердце становится каменным. Оно такое становится жестокое. Сегодня такое чувство, что жестокости столько много. Просто ужас. Поэтому мне так хотелось бы кричать «Господи Боже, останови». Я в этом году, в прошлом теперь уже, был на родине и зашел к своему другу, которым мы дружили в детстве. Мы троем были, трое дружили. Он уже лежит пять лет, прикованный к постели. Вот, кстати, кто вспомнит про него, помолитесь, он неверующий. Но я ему сказал, ты знаешь, мы будем молиться за тебя. И если что, ты встанешь, ты увидишь силу Божью. Он говорит, да я, говорит, ходил и к папам, и тому. Я говорю, куда бы ты ни ходил. Но ты послушаешь, почувствуешь силу молитвы. И вот я спрашиваю, а где же этот третий, который был? Он говорит, так его нету. Я говорю, а куда он уехал? Не-не, его, говорит, вообще нету. Он говорит, повесился. Я говорю, как? А он говорит, вот так, да, он начал его оправдывать, что у него там что-то случилось. А там жена ему попалась плохая, теща попалась плохая. Там на работе все плохо. Он закурил, запил, занаркоманил. И в конце концов, вот знаешь, не выдержал. И повесился. Вы знаете, мне что-то так больно стало на моем сердце. Я так подумал, представил себе, когда он зашел на этот ишафот. Когда на свою шею накинул эту удавку и стоял, смотря последние секунды на этот мир. И он не видел выхода отсюда. Он ничего не заметил. Мне, знаете, больно, потому что я не рассказал ему о том пути, которым можно выйти из этого. А я знаю путь, братья и сестры. Это путь нашего Господа Иисуса Христа. Может быть, я сегодня настолько увлечен мягкими сидениями и красивой сладкой жизнью около царского покоса, то я сегодня стал с жестоким сердцем. Что я не возношу молитвы за молодежь. Не возношу молитвы за нашу страну. Не молюсь за ту страну, в которой идет война. Вы знаете, сердце становится все жестче и жестче. В рамках подготовки к Конгрессу мы приняли решение, что будет два восхождения. В следующем году, в августе месяце, будет два восхождения молитвенных. Молодежь, кто крепче, пойдут в два направления. Одно в Денвере, другое в Нью-Хемпшире. Будут сделать восхождение. А перед этим, когда приняли решение, мне сказали, а ты должен пойти и проверить, как это. Я раньше даже на пару ступенек подымался. Я помню, как я подымался последний раз здесь. Так я аж прям задыхался, потому что мне тяжело было. А это в горы надо было идти на молитвенное общение. Но мы пошли. Когда мне дали 50 паунтов туда-взади, вот повесили на меня. И я как пошел, и думаю, боже, когда прошел первые 11 майлов, я просил буквально смерти себе. Говорю, господи, назад не дойду. Вперед тоже не дойду. Я уже так им говорю, знаете, если вдруг я умру, пожалуйста, не несите меня никуда отсюда. Богу лучше похоронить и здесь, потому что я не могу это все. Мы шли и останавливались только тогда, когда молились. И чем ближе, мы в общей сложности прошли 28 майлов. И чем ближе, к концу, все чаще раздается, то до этого я говорил, давайте остановимся, помолимся за славянскую молодежь. А потом все чаще оттуда звучит, давай остановимся, помолимся. То есть тогда, значит, мы отдохнем. Вы знаете, и все чаще и чаще, чем ближе к концу, то молитвы стали продолжительней. Я не знаю, может быть и нам сейчас Господь наложит на нас такую выю, что нам будет тяжело, что мы только под этой выей будем просить, давай остановимся, помолимся. Амос, когда увидел вот этот огонь пожирающий, огонь пожирает, сегодня, наверное, нету той семьи, где нету горя. Как говорят, каждая хата горем на пхата. Сколько сегодня вопиют. Где-то болезни, где-то горе, а где-то скорбь. Я помню, когда мои дети, мой сын стал наркоманом, я не знал, что делать. Я так кричал к Богу. Я не знал, ну Господи, да что же это такое. Я их вроде бы увез оттуда, чтобы они в армию не пошли. А здесь, в этой сытой, прекрасной стране, он ушел. Но знаете, я так благодарю, что сегодня мои дети с Господом. Я знаю, что Бог силен, силен слышать молитвы. Он сделал все чудо, перевернул. Но сегодня я смотрю, все меньше этих амосов, которые готовы, когда огонь пожирают вот так частично, там, там, там. Такие грехи стали появляться, которые вообще не именовались. И когда мы на Братском разбираем некоторые вещи, мне просто жутко. Встали бы наши деды и прадеды, они бы удивились, что мы разбираем. Когда я смотрел, когда я смотрел протоколы Тифлийской церкви, кто давнешней когда-то, когда родилась вот в Тифлийсе церковь, то у них в членском собрании разбирали, можно ли во время воскресения делать спевку или нет. А у нас сегодня разбирают такие вещи, чтобы даже трудно сказать в слухе. Я их не могу повторить даже. И вот дальше я вам хочу сказать. Написано, это еще на этим не окончилось. Написано, такое видение открыл мне Господь. Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне Господь, что ты видишь, Амос? Я ответил, отвес. Господь сказал, вот положу отвес среди народа моего Израиля, и не буду более прощать. Братья и сестры, настанет когда-то момент, когда Господь положит отвес Слово Божие ко мне и к тебе, приложит и скажет, больше не буду прощать. И если в первом и втором случае Господь услышал и остановил, то в третьем Он сказал, настанет тот момент, вот он отвес. Как-то мы делали копию музея в нашем офисе библейской миссии, там у нас в Миннесоте. И так получилось, что мы делали такую кумранскую пещеру, у нас там была такая выемка. Я попросил одного плотника, чтобы он пришел, помог сделать, так зашил там красиво, сделал аккуратненько. И знаете, он пришел, когда он поставил отвес, он говорит, о, Костя, смотри, говорит, что? Я говорю, что такое? Я посмотрю, смотрю отвес, сейчас отвесы лазерные такие, знаете. Смотрю, он говорит, смотри, вот, говорит, эта стенка на целый инч вот сюда завалена и сюда, и эта стенка завалена. Надо же, говорит, ходили и не видно было. Я думаю, братья и сестры, сегодня мимо нас, мы ходим мимо друг друга и думаем, не видно было. Но придет время, когда-то Господь, Он положит отвес Слова Божьего каждому из нас. А так мне хочется, чтобы на небе, о чем сегодня пел хор, о чем сегодня соло, стихотворения были, о чем? О небе. Мне так хочется, чтобы на том небе, там, где не будет слез, я не знаю, я так люблю эту песню, как-то мы ее распространяли, и я попала песня одному брату, который умирал от рака. Он приходит мне, когда мы ему подарили диск, и, знаете, он приходит ко мне и говорит на следующий день, говорит, Костя, ты не представляешь, какую радость я испытал. Ему поставили срок, он должен скоро умереть, там, через месяц или сколько. Он так и умер в это время. И я, кстати, был на тот момент, когда он умирал. Но он говорит, я включил эту песню, и когда услышал, там не будет больше плача, я, говорит, упал, я рыдал, мне так было хорошо, я пойду туда, где не будет больше плача. Я так хочу, чтобы этого плача, который я сегодня слышу, когда плачут матери, когда плачут бабушки, когда плачут родители, когда плачут дети, мне не хочется слышать этот плач. Я так мечтаю, чтобы все были там на небе. Поэтому, братья и сестры, давайте будем молиться о том, чтобы Господь благословил, благословил, привезти как можно больше людей, как можно больше, чтобы люди узнали о Боге. Когда придет к вам вашу сторону трак, а мне так хочется, чтобы вы сами сказали, пускай он придет к нам в церковь. И вы идите, зовите всех других людей, говорите. В одном месте, в одном штате, когда был этот байбл-трак, через него, кстати, уже прошло более 40 тысяч человек. Когда был в штате Мизури, то там подошла одна женщина, стоит и плачет, и рыдает. Она увидела, что трак, он в виде большой Библии такой, знаете, огромная, так, торцом, как бы лежащая. А стоит и плачет. Ее спросили, что вы плачете? Она говорит, плачу, говорит, потому, что когда я была маленькая, мне мама всегда говорила, доченька, эта книга поможет тебе в жизни, эта инструкция в жизни. Она сказала, вы думаете, я поверила? Нет, я отвергла мать. И я, говорит, встала вот своей жизни. Я, говорит, на свои годы не выгляжу. Она алкашка, она особо себя, говорит, я профессиональный алкоголик. Я живу, говорит, под мостом. У меня ничего нету, вся жизнь разбитая, потому что я не пошла по инструкции этой жизни. Ей провели экскурсию. Провели, это где-то около часа. Каждую вещь рассказывали. Она не переставала плакать. Плакала и плакала. В конце она увидела ящичек, там стоит и спросила, что это за ящичек. И сказали, это сокровищница, потому что тракт бесплатный. И если кто-то захочет, он может просто опустить туда какие-то средства, чтобы можно было содержать эту выставку. И она полезла по своим карманам. Бомж, который без определенного места жительства, полезла по карманам, достала все, что у нее было. Она эти деньги достает, знаете, вот это унизительно стоять на перекрестках. Она все положила туда и со слезами сказала, пожалуйста, говорите людям об этой книге, чтобы кто-то не оказался на моем месте. Братья и сестры, мы должны это делать. Господь нас к этому призывал. Он говорит, идите, зовите, зовите злых и добрых. Всех зовите, братья и сестры. Время настало. Вы знаете, время упустим. Посидим мягко, хорошо. Я часто говорю, мама, надо проповедовать, люди не проповедуют. Она у меня такая мудрая, теща моя. Она говорит, знаешь, я же английского не понимаю. Я так думаю, мама, знаешь, когда что-нибудь у тебя на вэлфере что-нибудь отрежут, понимаешь, ты так нас всех подымешь, ты всех подряд и так скажешь, и так, и как хочешь, и у тебя от английского руки будут болеть, не только у меня. Понимаешь, ты все докажешь, ты сможешь рассказать. Ну, просто взять, подойти, даже глазами, рассказать, показать на небо и сказать, God love you или что-нибудь еще. Нам это не хватает сил, и мы вкусно кушаем, и вкусно живем, как у царского престола. Братья и сестры, я хочу вместе с вами сейчас помолиться, помолиться за нашу страну, помолиться за то, чтобы эта война прекратилась, война, когда наши детей погибнут, гибнут. Я знаю, у вас здесь есть кладбище огромное, сколько молодежи там лежит. Знаете, у нас в прошлом году молодой человек, 20 лет, он умер от передозировки, а я его знал. Знаете, я плачу сегодня, возможно, я не стал ему примером, возможно, я ему не показал то, что действительно это мое, это моя жизнь, что здесь есть спасение, здесь инструкция к жизни, она сладкая, вкусная, хорошая, прекрасное Слово Божие. И, возможно, я ему этого не показал, и его нету. И знаете, сколько их сегодня нету? Эта война продолжается. Но знаю только два способа. Слово Божие и молитва, и проповедь Евангелия. Я хочу, чтобы мы вместе с вами помолились за наших молодежь, за наши семьи, за нашу страну, за наш город, чтобы Господь благословил, чтобы Царство Евангелия расширялось и плача, чтобы было как можно меньше на этой планете. Аминь, братья и сестры. Молитесь, у кого есть желание, и я помолюсь. я помолюсь. Молитесь, и я помолюсь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Господи, мы молим Тебя за всю славянскую молодежь. Мы молим Тебя, Господи, за весь мир этот. Господи, который лежит во зле. Который сегодня только льются слезы. Но мы знаем, что там, на небе, не будет плача. Поэтому просим Тебя, это короткое время, которое Ты дал нам жить на этой земле. Дай посвятить себя молитвы, слову и проповеди Евангелия. Мы просим Тебя, благослови нас. А Тебя да будет за все слава великому, всемогущему нашему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Братья мои, сестры, наше собрание подходит к заключению. Слава Господу за обилие духовной пищи, которая была сегодня на этом собрании. Слава Господу. Я думаю, что мы еще долго будем размышлять о том, что мы сегодня слышали. И жить так, чтобы Сам Господь управлял нашими жизненными путями. И чтобы мы делали то, что Бог ожидает от нас во всех сферах, во всех отношениях. Следующее собрание, если Бог позволит, будет четверг в 7 часов вечера. Как и обычно, будем мы также вспоминать праздник, Средний Господний. Следующее воскресенье, это первое воскресенье февраля, будет вечерик Господня на утреннем собрании совершаться. Поэтому тоже будем и готовиться, и молиться, чтобы Бог всем нам помог достойно участвовать в хлебопреломлении. Также сегодня в 8.45, через 40 минут будет молодежное общение. Пожалуйста, молодежь, оставайтесь, на молодежное общение сегодня будет. Так что не забудьте, пожалуйста, об этом, братья. Для тех, кто знает, что его фамилия записана в графике служения проповедников, пожалуйста, кто еще не взял график, зайдите и возьмите после окончания этого собрания, братскую комнату, возьмите график служения проповедников на февраль месяц. Также сейчас сделает объявление брат Борис Карамалак. Хочу напомнить, что в пятницу не будет скала Bible Study, еще раз повторяю, для тех, кто утром не слышал, в пятницу не будет. Но сейчас мы объявление послушаем. Братья и сестры, приветствую вас. Я хочу напомнить, что сегодня вечером это последний раз, когда вы можете приобрести билеты для семейного ужина. Кто имеет желание, пожалуйста, сегодня, это последний вечер, когда вас там будут встречать в фойе, Алекс, Галя, Джоник, будут предлагать вам билетики, пригласительные, которые будут 9 февраля семейный ужин. Пожалуйста, я прошу вас, чтобы вы это сделали заранее, чтобы мы знали, насколько человек готовить. Хорошо? И второе. Кто имеет желание жертвовать на семейное служение, мы благодарим, в прошлый раз хорошо поучаствовали, мы планируем почаще делать эти вечера, чтобы это было благословением для наших семей, чтобы наши семьи были крепкими, сильными и любящими Господа. Поэтому вы можете там, где в графе на церковное служение, вы можете в скобочке написать на семейное служение. Вы можете жертвовать, и чтобы сами же будете иметь от этого благословение. И второе. Это касается братьев. Некоторые сестры звонят, значит, мужские ретриты идут на благо. Их жены спрашивают, Борис, когда будет следующий мужской ретрит, что мы могли планировать? Записывайте. Значит, следующий мужской ретрит у нас будет с 9 по 12 августа. Подробности будут чуть дальше. У нас будет интересный спикер. Сейчас идут договоренности. Он обещал, что будет. Молите, чтобы он мог спланировать. Это будет Ион Кептин. Вы его знаете. Он сейчас живет здесь, в Калифорнии. Но через две недели я дам точно. У него, как график, он часто ездит в мусульманские страны, где проповедуют и в Англии. Поэтому молитесь, братья и сестры, чтобы эти два мероприятия у нас состоялись. Пусть Бог благословит вас. Брат Валерий попросил, чтобы я больше сказал немножко о байбл-траке. Я сожалею, что я не дошел туда. Надо было показать этот ролик. Но я думаю, что вы уже все грамотные. Уже кнопки нажимать можете. Значит, слово байбл-трак. Вот два слова, они вместе. байбл-трак.кам. Там зайдете, там все-все-все сказано. Каждая вещь. Сейчас трак стоит в этом брайте. Он будет еще, по-моему, пару недель там, если не ошибаюсь. Вот я просто за скеджилом, за самим не смотрю. Там просто есть все, они, братья, делают. Отвечает за это Алик Яновский, если знаете. Он в этом объединении вашем находится. Он отвечает за миссионерство. Я очень надеюсь, что у вас родится это желание, что вы поставили трак здесь, вы согласуетесь с ним. И вы все обязательно сходите. Там столько такого. Если вы даже просто подойдете и вот так дотронетесь до него, у вас просто сразу вы поймете, сколько любви там сделано. Он такой гладенький-гладенький. Он такой хороший-хороший. Там внутри каждая вещь уникальнейшая. Там есть даже Евангелие вот с вашей местности, которое вот они раздавали Евангелие. И это Евангелие простреленное. Человек пошел в бой, и эта пуля осталась в Евангелии, а человек остался живой. И вот эта Евангелие находится тоже у нас в этом траке. Там столько такого, там бронированные Евангелия, железные, деревянные. Там есть такие вещи, вы просто, ну, я вам просто советую, сходите, пожалуйста, и попросите так, молитесь, чтобы он приехал к вам. А сейчас он стоит на брайте, вы там можете спросить, и так дальше. BibleTrack.com. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что это замечательная возможность. Также и для друзей наших, для тех, кто еще не знает Господа, тоже вместе с ними пройти, как в музей Библии. И тоже посмотреть на эти все экземпляры, экспонаты Библии. Так что, вот, думаю, что мы об этом еще поговорим. Как оно что будет, дадим знать попозже, когда он доедет с Вест-Сакраменто сюда, ближе в наш регион. Поэтому тоже следите за этой информацией. Ну, а если кто-то хочет раньше, если вы там куда-то уезжаете, и что-то другое, то можете поехать в Брайт. Вот, и там где-то, вот он на территории церкви стоит, да? Да, так что на парковке, там его можете найти, и на дневное время суток он там работает, и можно посмотреть, если кто-то хочет раньше поехать. Хорошо, друзья, сейчас у нас несколько записок, ну, что к молитве, и будем заканчивать собрание. Дорогая церковь, помолитесь, пожалуйста, моей дочери Тане, которой завтра можно, нужно, точнее, сдавать сложный экзамен. Мама Зина просит об этом молиться нас. Также, дорогая церковь, братья и сестры, у нас большая нужда. Просим помолиться о нашем племяннике, который проживает в Южной Каролине. После 10 лет совместной жизни жена забрала с собой троих детей и ушла от него. Видится с детьми по разрешению властей. В среду состоится суд, который вынесет свое решение, об этой семье, просим вас вместе с нами, с его родственниками поддержать в молитве об этой семье, чтобы Бог помог соединить их, и дети не были сиротами при живых родителях. Семья Михаиленко нас об этом просит молиться. Заканчивая это собрание, мы еще все вместе встанем и помолимся Господу. Боже наш, мы снова сердечно благодарны Тебе за то, что в этот вечер мы все могли находиться в Доме Твоем. Ты так много и так обильно, Господи, изливал в наши сердца, в наши души Слово Твое, которое звучало через проповедующих и через хористов наших, через всех участников этого собрания. Так много тем, так много мыслей сегодня звучало. Я безмерно благодарен Тебе за те многие-многие милости и благословения, которыми Ты продолжаешь благословлять нас, здесь, живущих в Америке. Мы действительно очень многое имеем, того, чего не имеют многие другие люди, живущие на земле. И так часто мы этим не ценим или принимаем как должное. Поэтому, Господь, слушай все вот эти истории о том, как живут люди там вот и на Украине, на востоке Украины. Господи, просим Тебя, чтобы Ты нам помог всегда быть благодарными, чтобы Ты, Господи, нам помог дорожить тем, что мы имеем. Никогда не роптать, но всегда с благодарностью, принимать каждый новый день, мирный день и благословенный день в своей жизни. И не просто жить в свое удовольствие, но жить, исполняя волю Твою Святую. Поэтому просим Тебя, чтобы Ты благословил всех нас и дальше в жизни практической, в служении, в помощи, в миссионерском труде, в служении милосердия, Господь. И дальше благослови нашу церковь. И молимся о народе Твоем, живущем там, на востоке Украины, о брате нашем Сергею Ивановичу, о его семье, о церкви, о всех, кто трудится там вместе с ними, в том регионе. Просим Тебя, чтобы Ты их сохранил от этих всех вот лихих пуль, от всякого несчастья, от всякого вечья. Господи, от смерти храни их души, храни их тела, Господь. Благополучи их и дальше сохрани и благослови их труд, чтобы их служение было тоже и успешным, и эффективным, чтобы еще многие люди могли находить Тебя, как Господа и Спасителя своего, и оставлять свой старый греховный путь, и идти за Тобой, и служить Тебе, Богу, живому истину. Поэтому благослови, и благослови миром ту землю, чтобы война поскорее остановилась. Пошли мир в сердца, как с одной стороны, так и с другой. Примири, Господь, только лишь Ты можешь дать мир в сердца враждующие. Поэтому, Боже, просим Тебя, чтобы Ты остановил, вот, остановил, Господи, вот все то, что происходит, вот эту войну, и послал мир на ту землю. Благослови, Господи, прошу Тебя, также вот и нашего брата Константина, в его труде, в желании еще большем послужить народу, здесь живущему, и в других странах, вот и особенно мы сегодня слышали о нашем здесь народе живущем, о славянах. Поэтому просим Тебя, Господи, чтобы вот слово живое и истинное звучало и дальше из уст брата, и из сердца его, и из наших также сердец, чтобы мы могли тоже вот жить и дорожить тем, что мы имеем во Христе Иисусе, и делиться этой благой вестью с другими людьми, чтобы слово Твое, оно было не только теоретически, но и практически руководством всей нашей жизни, чтобы мы возлюбили Тебя всем своим сердцем, и всей своей душой, и Твое слово, чтобы жили с ним постоянно, и чтобы руководствовались всегда во всех вопросах нашей жизни. Благослови этот труд, который совершается в библейской миссии, вот с участием нашего брата Константина, и вот это служение через библейский тракт, служение Господи, и также вот благовестие, когда вот идет вот эта выставка Библии различных годов, и издания Господь, и через это также рассказывается другим людям о Твоей милости, о Твоей благодати, о Слове Твоем, которое живо и сегодня, которое и сегодня имеет вот силу изменять сердца людские. Благослови, Господи, этот труд, и это служение, и просим Тебя о детях наших, о народе нашем, о славянском народе прежде всего, просим Тебя, чтобы Ты, Господи, и Сам остановил тех, кто на путях беззаконных продолжает уходить от Тебя, чтобы Ты еще извлек многих из этих сетей дьявольских, из разного рода зависимостей, Господи, дающих многим прозрение, покаяние, живущим здесь и в нашей стране. И нам помоги быть добрыми светильниками на всяком месте, там, где мы находимся, рассказывая Тебе о Боге нашем, и живя так, чтобы другие, в другой раз и без слов, видели в нас живого и истинного Господа Иисуса Христа. Просим Тебя также о том, чтобы Ты благословил вот и Таню, которой предстоит экзамен, завтра, Господи, благослови ее, благослови и помоги, чтобы, если это будет ко благу ее, чтобы она могла хорошо его сдать, помоги ей в этом. Также вместе с семьей Михаиленко просим об их племяннике, у которого тоже сложные вот эти семейные проблемы, суд будет. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты тоже примирил сердца вот этой семьи, и чтобы эта семья не разъединялась, но, наоборот, объединилась, чтобы каждый из них могли увидеть, что нужно сделать с каждой стороны для того, чтобы наступило примирение, чтобы наступило покаяние, чтобы, Боже, они жили и дальше радостно, счастливо, благословенно, любя еще больше, любя Тебя, Господи, любя больше еще друг друга, поэтому благослови, помоги, разреши все эти вопросы ко благу их. Просим Тебя, чтобы Ты благословил, еще сегодня будет молодежное общение, и также на эту предстоящую трудовую неделю тоже просим Тебя, чтобы Ты хранил всех нас на путях, дорогах, в разных вопросах жизни, давал мудрости и сил поступать чисто, правильно, свято, благочестиво. Сейчас, когда поедем в дома наши, храним в транспорте, благополучие приведи в дома наши, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим.